Сегодня мы с вами поговорим об очень важном элементе макияжа, а именно о бровях. Уже миллион раз меня просили сделать видео о бровях, и как-то я все откладывала его, откладывала, откладывала, и тут вдруг заказала вот такой вот набор от Real Techniques. Это их обновленный набор для оформления бровей. И я подумала, ну, если уж заказала, надо уж точно делать какое-то отдельное видео о оформлении бровей. И сейчас на мне вы видите мой финальный результат. Я использовала абсолютно все, что здесь есть, и абсолютно все, что здесь есть, я вам покажу в демонстрации. Итак, набор называется Brow Set, и, насколько я понимаю, это обновленная версия, потому что у них есть набор там где-то два пинцета и три какие-то стрёмные кисточки. Меня он абсолютно никак не привлекал. А вот этот, когда я его увидела, он мне очень понравился, и я решила его заказать. Я заказывала этот набор сайта Lady Makeup. Он там стоит в районе 700 гривен, что равняется где-то приблизительно 24 долларам. Вот я все это сейчас достала из упаковки. Давайте посмотрим поближе. Вот эти две вещи, это то, что меня в первую очередь привлекло, особенно ножнички для бровей, потому что я, знаете, как сапожник без сапог. У меня отдельно ножниц для бровей, вот которые именно для бровей были, у меня никогда не было. Я всегда пользовалась маникюрными ножницами, но здесь, когда увидела набор, думаю, ну все, хватит, пора уже заказать. И это намного более безопасно, чем маникюрные ножницы. Что касается пинцета, пинцет мне тоже очень понравился. Он хорошо вот так вот четко сходит, хорошая сталь у него. Я долгое время пользовалась пинцетом от Twizerman, и мы уже, я не знаю, лет 5, наверное, точно этому пинцету. Я видела тоже Анастасию Берли-Хиллз, какие пинцеты у них. Вот я бы сказала, все одно и то же, на самом деле. Самое главное в пинцете, это чтобы он не был хлипким, чтобы он действительно хорошо захватывал, и чтобы его две части очень четко сходились и вот так вот плотно смыкались. Потому что, если где-то что-то криво будет, то вы никогда в жизни не выщипаете ни один волосок, только намучаетесь. Что касается кисточек, то в первую очередь, как я и сказала, я брала этот набор ради вот этой расчески. Она большая, и мне это на самом деле даже понравилось, что она большая, потому что она прочесывает вот сразу всю бровь. Прочесывает. И хотя я совсем на это не рассчитывала, но мне также понравились и вот эти две кисти. Кисти скошенная по фотографиям выглядела отвратительно. Такое впечатление, что она была очень толстой, пухлой, какой-то несуразной, но на самом деле она очень тоненькая. Единственное, она немножко более широкая, чем я бы, наверное, в идеале хотела. Но при этом она работает отлично. То есть вообще никаких у меня к ней нет претензий. И то же самое касается и вот этой кисти для хайлайтера. Я тоже думала, что она намного будет больше по размеру и намного более пухлой. И совершенно я ее представляла не такой формы. Я думала, она просто такая, знаете, ну как бы как обычная кисть, типа как для теней, но вот как бы они ее обозвали как кисть для хайлайтера. Но она другой формы. Она идеально ложится вот в эту как ложбинку арки брови. И отлично там наносит хайлайтер, все это растушевывает. В общем-то на удивление набор мне полностью понравился. Здесь также есть вот такой вот чехольчик. Но чехольчик не знаю на самом деле, насколько применимый для жизни. Потому что если мы говорим о бровистах, то ну они, наверное, вряд ли будут пользоваться таким чехлом. Потому что он с закосом, знаете, на палитру. Типа вот я сейчас выберу инструмент и начну там делать брови. Но на самом деле не знаю, насколько это в реалиях жизни бровиста применимо. Если просто для хранения вот как бы обычному человеку, то тоже как-то, я не знаю, ну странновато. Потому что вот этими тремя кистями вы будете пользоваться каждый день. Вот это нужно там от случая к случаю. А теперь я предлагаю перейти к демонстрации всего этого в действии. Потому что я буду вам показывать, как восстановить форму бровей, как добиться симметрии. И буду пользоваться вот исключительно этим набором. Вы сможете определиться вот прям на практике. Посмотреть и определиться, насколько он вам нравится и насколько он стоит вашего внимания. Я предполагаю, что вы могли уже это миллион раз слышать. Но я не могу об этом не рассказать, так как могут быть и новички, и новые зрители. И могут быть с этой информацией незнакомы. Итак, что касается формы брови, я сейчас их специально подзапустила. Для того, чтобы вместе с вами потом их подкорректировать. Что касается начала брови, то если я вот здесь вот сбоку от носа поставлю кисточку. То она мне покажет приблизительно, где должна начинаться у меня бровь. Чем ближе вы будете заводить брови вот так вот сюда к переносице, тем визуально меньше будет казаться нос. Чем брови дальше будут расставлены, тем, соответственно, он будет казаться больше. Если я, например, вот выщипаю вот здесь вот эту часть, то у меня нос будет казаться еще больше, чем он есть на самом деле. Поэтому я стараюсь не сильно заводить внутрь, но где-то приблизительно вот там, где начинается переносица, вот отсюда я уже начинаю заполнять бровь. Естественно, вот именно здесь у меня волоски практически не растут, но мы здесь будем потом заполнять. Что касается арки брови, то если я опять-таки от кончика носа проведу кисточкой через середину глаза, то вот где-то здесь у меня должна быть самая высокая точка. Обычно она естественным образом так и формируется, то есть ее не нужно перестраивать. Очень обращайте внимание на то, какая у вас естественная форма брови, потому что если вы ее начнете слишком сильно перестраивать, во-первых, это работа каждодневная просто, потому что брови растут постоянно и вам нужно будет постоянно эту форму поддерживать, а во-вторых, сейчас в моде естественная бровь, поэтому просто подчеркивайте то, что у вас есть и следите за симметрией брови. Что касается кончика брови, то здесь опять-таки кончик носа, внешняя сторона глаза и вот там, где у меня тоже естественным образом кончаются волоски, там и должна заканчиваться у меня бровь. Это базовый принцип, это самое легкое, о чем я сегодня буду вам рассказывать, самое сложное в оформлении бровей это симметрия, потому что если посмотреть, например, на мои две брови, то вот эта у меня намного более пышная, здесь у меня волосы даже растут тоже более высоко, получается, что здесь она уходит как-то вниз и получается в целом, что эта бровь уже, чем вот эта. Что можно здесь в этой ситуации сделать? Либо дорисовывать вот эту бровь в этой части для того, чтобы подровнять ее и подогнать к этой, либо вот эту сделать немножко меньше и таким образом ее как будто чуть-чуть опустить, чтобы она визуально была симметрична с моей второй бровью. Перед тем, как мы начнем что-либо щипать, естественно, нужно сначала брови прочесать. Прочесываем брови кверху. Сейчас я буду убирать то, что у меня явно лишнее. Пинцет очень хорошо захватывает волоски, вообще очень беспроблемно их удаляет. Самое главное, когда будете выщипывать брови, не увлекайтесь вот этой зоной арки, потому что если вы слишком много здесь выщипаете, получится, что у вас здесь бровь прямая, красивая, а здесь вот так вот получится выщипано, перещипано и в итоге бровь будет напоминать запятую, то есть такая вот объемная тут штучка, а потом опа и такой вот как хвостик. Выглядит это ужасно, особенно на новейших веках, потому что новейшее веко, оно формирует здесь вот такой вот как мешочек. И если здесь еще у вас будет вот такой вот сильный полукруг, и таким образом вы себе сделаете один такой большой круглый мешочек, который нависает огромным грузом на ваши глаза. Ну что ж, лишние волоски я убрала, теперь нужно определиться с симметрией. Если посмотреть по нижней части, то в принципе, в принципе они у меня практически на одном уровне начинаются, можно слегка вот здесь убрать буквально пару волосков. Когда дело доходит уже до такой прям ювелирной работы, то здесь вот буквально один волосок выщипали, посмотрели, прочесали бровь, нравится, не нравится, потом можно уже там другое какое-то выщипать, потому что здесь очень легко увлечься и вы потом перещипаете брови. Что касается верхней границы, то здесь у меня однозначно меньше, у меня волосков и вот здесь вот в этой зоне меньше, и вот в этой особенно это видно, поэтому я вот эту часть всегда люблю подстригать, для того чтобы они выглядели немножко более симметрично. Для этого зачесываю бровь максимально наверх, и также и здесь. Ну здесь особо мне нечего зачесывать, но вот здесь вот есть. И вот видите, там где бровь выбивается за границей формы прямой, вот приблизительно вот столько, мне нужно будет вот эту часть отстричь, то есть то, что выбивается за границы формы, которую я построила. Теперь смотрим, уже намного более симметрично стало, и я не буду прям совсем подрезать вот эту свою бровь, потому что она более полная, и я скорее вот эту чуть-чуть здесь подзаполню каким-то косметическим продуктом, например, помадкой для бровей или карандашом, потому что если я перещипаю вот эту часть, то в принципе они у меня будут симметричны, но при этом очень сильно потеряют свой объем. По сути, что касается формы брови, то я уже здесь могу заканчивать, больше я ничего корректировать не буду, мне нравится в принципе как ложится бровь. Все, что мне осталось сделать, это оформить бровь уже косметическими какими-то продуктами, но перед тем, как мы с вами перейдем к этому шагу, я сейчас делаю полностью макияж, потому что брови я в последнее время заполняю в самую последнюю очередь. Для того, чтобы оформить брови, я в последнее время использую помадку для бровей, потому что после того, как я перекрасилась в брюнетку, то я могу себе уже позволить более насыщенную бровь. Сначала задаю основную форму по низу, и я начинаю всегда с центра, и вот, кстати, всегда рекомендуется именно с центра начинать заполнение, потому что здесь, если вы даже ляпнете какое-то пятно помадкой для бровей, то, ну, как бы не сильно страшно будет. Самое главное, не начинайте с кончика, потому что на кончике потом будет сложно исправить это, и также не начинайте с внешней части. Ну, вот, собственно, как-то вот так я сейчас это делаю. И вот только один раз я, кстати, макнула кисточку, и смотрите, у меня уже вот вся бровь готова. В принципе, я думаю, что даже я не буду повторно ее макать, потому что, ну, боюсь переборщить, скажем так. Вот эта кисточка мне тоже очень нравится. Она такая пухленькая, вот как Real Techniques обычно делают, но при этом она прочесывает очень классно, то есть вот такой вот сразу натуральный эффект получается. Не нужно долбаться маленькими кисточками. Вот иногда вот такая вот, видите, вот размер как бы как отличается. Иногда вот такая спасает, вот если особенно там где-то надо вот где-то вот в каком-то вот отдельном месте прочесать, вот тогда хорошо. А вот эта мне понравилась, видите, она сразу вот как-то вот все блендит, всю бровь вот она вот так вот берет, и сразу опа, все, у тебя все готово. Вот я возьму хайлайтер, тот же, который у меня на скулах. Это хайлайтер от Аннелли, третий оттенок. Просто бомбическая вещь. И буду наносить его под бровь. Ну да, вот как я, собственно, и сказала, вот она как раз идеально ложится вот в эту арку под бровью и растушевывает дальше. И даже эта кисточка вот применима вполне для того, чтобы во внутренних уголках глаз добавить хайлайт. Ну вот, собственно, и все. На этом оформление бровей заканчивается. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. В заключение могу сказать, что это действительно хороший набор такого начинающего бровиста. Почему говорю начинающего? Потому что у настоящего бровиста там просто миллион приспособлений. А вот это здесь собрано, ну, наверное, максимум, что понадобится обычному человеку для того, чтобы хорошо оформить брови. И не только заполнить их именно косметикой, но также и сделать форму, там, где-то подщипать и где-то подрезать. В общем-то, в принципе, все здесь есть и все очень хорошего качества. А на этом видео я заканчиваю. Обязательно поставьте ему палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. И также посмотрите остальные видео, которые вам рекомендует YouTube, чтобы мы с вами вот так вот резко не прощались сейчас. Можете посмотреть одно из них или оба, почему бы и нет. И мы с вами тогда продолжим общение.